254 11-классника и порядка 609-классников в Ненинском округе получат в этом году аттестат об образовании. Кроме того, школы региона выпускают 15 золотых медалистов. Самое большое количество отличников в школе номер один. Подробности с праздничной линейки в материале Ольги Руссу. Круголюбива и помощь скорую готова оказать. Красная дорожка сегодня для главных виновников торжества выпускников школы. 26 11-классников первой школы получают билет во взрослую жизнь, аттестат о среднем образовании. Кроме того, пять выпускников за усердную учебу на пятерке удостоили золотых медалей. Путь отличников был труден и тернист. Для меня трудно организовать себя. Вот сесть и не махнуть рукой, что да ладно. Кто там будет проверять, а сесть, что да, надо сделать. Даже если это раньше было ради каких-то экзаменов или чего-то еще, я сейчас, например, в 11-м классе, это что вот, на медаль все-таки иду, надо там сесть и сделать. Это труднее заставить себя делать что-то. Ольга Хабарова нужный вектор в учебе выстроила еще в начальной школе. Всегда получала отличные отметки за свои знания. И вот результат – золотая медаль. Медалисты признаются, учиться на отлично не равно кропеть с утра и до поздней ночи над учебниками. Если грамотно планировать день, то остается время на хобби, спорт и развлечения. Я не знаю, я просто делал то, что я делал. Мучение приносило, ну, не было для меня чем-то мучительным. Поэтому, ну, я просто занимался и не находил это чем-то противным. И, ну, само собой все как-то получалось. Классный руководитель 11-го класса Татьяна Рочева не без гордости вспоминает. В школьные годы своих подопечных гордится каждым и переживает за то, как ребята сдадут экзамены. Класс был очень сильный, интересный класс был. Это ребята, которые стремились к знаниям. Из, я уже называла, пять медалистов. Еще у нас 12 ребят, которые закончили на 4-5, то есть получат аттестат. Ну, и вы видите, там уже небольшой такой ребята, может быть, им не хватило совсем немножечко. С троечками, да, вот 9 человек. За 80 лет существования первой школы из-за ее стен выпустилось 5138 учеников. Из них 132 медалиста. В этом году у нас 5 человек получают медали за особые успехи в учении. В общем, каждый из этих ребят на протяжении многих лет подтверждали свои высокие успехи. На олимпиадах, на конкурсах. Они, в общем, каждый из них, такая очень состоявшаяся личность. Каждый из них настоящий боец. И, в общем, я думаю, что они и на едином экстрасном экзамене тоже подтвердят свои высокие знания. В этом году для получения аттестата о среднем общем образовании ЕГЭ сдавать не нужно. Аттестаты будут выданы выпускникам 11-х классов на основании итоговых годовых оценок. Единый государственный экзамен предстоит сдавать только тем, кто собирается поступать в ВУЗы. Остается только пожелать, чтобы поступили они туда, куда хотят. Чтобы сбылись их мечты в жизни. Но чтобы не тянулись они за одной звездой, а чтобы мечты у них были всегда. Экзаменационная кампания для выпускников 11-х классов стартует в конце июня. 29 и 30 июня пройдут предварительные пробные экзамены. Очный этап сдачи ЕГЭ начнется 3 июля. Ольга Русул, Владислав Ткачев, Телеканал Север.